Встреча с Ленина Певец-композитор, педагог по классу гитары Кирилл Есешкин уже пять лет играет в составе местной рок-группы. С гастролями он дважды путешествовал по России, один раз по Казахстану, а вот в родном городе выступает не так часто, как хотелось бы. Сейчас его группа готовит акустическую программу специально для импровизированных концертов под открытым небом. Я был в Екатеринбурге, и там есть целая улица, не назову название ее, но она полностью пешеходная, историческая улица. И там по вечерам, вы знаете, такая атмосфера очень хорошая. Собираются музыканты, поют, вокруг люди приходят послушать поэты. Ну, прям очень здорово. И было бы хорошо, если в Омске появится тоже такая зона, которая может дать начинающим музыкантам или уже профессионалам какую-то площадку для выступлений. Омская поэтесса Валентина Шунтикова, стоя на возвышении автобусной остановки, без страха бросает в толпу прохожих сокровенные мысли и чувства, облаченные в стихи. Горькие слезы лились на подушку. Я в твоей жизни была лишь игрушкой, а я так любила, скучала, грустила, писала стихи и тебе их дарила. С уличной поэзией она познакомилась год назад в Нижнем Новгороде, когда участвовала в конкурсе «Русские рифмы». Говорит, если в Москве, Санкт-Петербурге авторов, декламирующих свои произведения на улице, встречают радушно, то в других городах настороженно. Просто не привыкли. Выход надо воспитывать слушателя. Чаще выходить на улицу и читать стихи. И Любинский может стать прекрасной сценой. Это отличное место, тем более отличный вариант познакомиться с новыми людьми вживую, а не как в социальных сетях сейчас. Да, социальные сети дают определенный рейтинг, но все равно вживую пообщаться, получить обратную связь, те же обнимашки. Это очень приятно будет. Идея сделать улицу Ленина пешеходной была озвучена еще год назад министром культуры России Владимиром Мединским. На праздновании юбилея Омска он предложил перекрывать здесь движение хотя бы на выходные. Новый глава Минкульта Юрий Трофимов развил эту идею. В его планах устраивать на закрытом Любинском нечто вроде дня города в миниатюре. И здесь мнения мечей разделились. Оптимисты обрадовались, пессимисты начали говорить о транспортном коллапсе. Впрочем, в городском департаменте транспорта автомобильных пробок не ожидают. Интенсивность движения в выходные дни значительно снижается по сравнению с буднями. Даже об этом не стоит и говорить это очевидно. Здесь необходимо будет выделить приоритет. Либо для каких-то культурных мероприятий в этой части города, но они должны быть насыщенными, не пустыми. Либо это все-таки сохранение центральной магистрали. А она такой и является. Центральная транзитная магистраль. Первые шаги сделают уже в эти выходные. В воскресенье на Любинском проспекте на один вечер откроется несколько тематических площадок. И пока обойдутся без перекрытия движения. Эксперимент покажет, будут ли концерты уличных поэтов, музыкантов, актеров собирать аншлаги. Если опыт окажется успешным, то, возможно, в Омске появится свой мини-арбат.